Здравствуйте! В эфире Национального телевидения. Ваша информационная программа «Республика» в студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Встреча в Уфе. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел совещание с главами регионов. Отрава вместо лекарства. Какими мерами в Чебоксарах будут бороться с фанфуриками? И как по волшебству? Или что такое сказкотерапия? Охрана окружающей среды, лесного хозяйства, оптимизация природопользования. Об этом говорили сегодня главы регионов Приволжского федерального округа в Уфе. Там прошло заседание окружного совета при полномочном представителе президента Российской Федерации. В совещании приняли участие глава Чуваши Михаил Игнатьев и председатель Госсовета Республики Юрий Попов. В Уфе работала и наша съемочная группа. Вопрос экологии актуален сегодня, а проблемы охраны окружающей среды с каждым днем возрастают. Рост городов, развитие производства, увеличение транспорта. Все это негативно сказывается на природе. Михаил Бабич, открывая заседание, еще раз отметил важность данной темы. На округ приходится около 16% от общероссийского обмена выбросов военных веществ в атмосферном воздухе и 17% сброса загрязненных источников воздуха. Ну что соответственно более-менее соответствует структуре экономики. Экономика привозка к гераменту будет 20-22, а метр на направлении 25% экономики сравнены. В ПФО основным источником загрязнения воздуха и воды являются транспорт и промышленные предприятия. При этом вред, наносимый природе автомобилями, в несколько раз выше. Об этом говорил президент Башкортостана Рустем Хамитов. В городах необходимо развивать электротранспорт, строить объездные дороги и развязки и увеличивать использование газомоторного и экологического топлива. Опыт показывает, что использование газомоторного топлива снижает выбросы в атмосферу на 25% для бензиновых двигателей и на 20% для дизельных. Одновременно нужно уменьшить число автомобилей, работающих на топливе прежних стандартных. Сейчас мы, природа России, совместны с Микромтором, готовим предложение про взведение на эти автомобили экологического сбора. Увеличение бытовых отходов сегодня – это проблема не только крупных городов, но и сельских территорий. Единственный выход из ситуации – строительство современных полигонов. По твердым бытовым отходам, все знают, мы строим полигон. Я в своем отчете говорил, и в 2015 году практически мусор будет вывозиться на утилизацию. Строятся полигоны твердых бытовых отходов между муниципальными образованиями, и данная программа, конечно, должна двигаться. Но в регионах, где есть нефть, где есть газ, там намного больше проблем. Эти проблемы тоже обсуждались. И с этой точки зрения республика наша благополучна. В сохранении благоприятной экологической обстановки важную роль играют леса. В регионе лесной фонд занимает 40 миллионов гектаров. Это треть территории. На заседании совета еще раз напомнили о необходимости ускорить расчистку горельников и восстановление лесов. В нашей республике убрано 80% мест возгораний. Это лучший результат. Важно повысить управление лесным фондом, провести лесоустроительные работы. Это позволит развивать промышленную лесозаготовку. Не нанося ущерб природе, в округе можно заготовить 72 миллиона кубов древесины ежегодно. Сегодня этот показатель в два раза ниже. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика Башкортостан. Обманутые дольщики, пострадавшие от безответственности застройщиков, не должны испытывать дополнительные переживания за бездействие тех, кто призван им помочь. Председатель Кабинета министров Чуварской республики Иван Моторин обсудил с рабочей группой, как обстоят дела на проблемных объектах. О ходе строительства проблемного объекта по улице Ильгера в Чебоксарах доложил Денис Майоров, заместитель, начальник управления архитектуры и градостроительства столицы. На сегодня готовность объекта оценивается в 70%. Ориентировочная суть из дачи более конкретно, когда объект в целом уходной республики. Уходной республики планировал? Один из самых сложных объектов – дом на улице Фучика в Чебоксарах. При том, что все расходы по его достройке взял на себя бюджет республики, решение технических вопросов по непонятным причинам затягивается. Члены рабочей группы заслушали отчеты конкурсных управляющих компаний «Высота» и «Анчестер» в отношении проблемных объектов по проспектам 9-й пятилетки и тракторостроителей. Премьер-министр Иван Моторин поручил Минстрою Чуваше взять под строгий контроль соблюдения сроков завершения строительства. Пришла весна. Из-под сугробов, как первые подснежники, показались бутылки от фанфуриков. Такие, казалось бы, лечебные снадобья, как настойки боярышника, перца или пустырника, россияне умудряются принимать так, что они становятся отравой. До благоразумия населения достучаться не удается, а закон продажу этих спиртовых растворов не ограничивает. Как в подобных условиях приходится бороться с этой практически национальной бедой в нашем сюжете? Серьезно? Конечно. Сейчас, пошел. Такая делегация городских властей в аптеку заглянула не потому, что у кого-то что-то болит. Их интересует наличие в продаже так называемых фанфуриков. Мы хотим посмотреть у вас. Народный контроль приехал. Первый пункт трейда и сразу удача. Или неудача. Как посмотреть? Под прицелом камеры и пристальным взглядом представителей народного контроля фанфурик среди прочего товара таки отыскался. Им оказалась настойка боярышника объемом 25 мл. Впрочем, пример не показательный. Специалисты утверждают, продажи спиртосодержащих настоек такого объема опасности для общества не представляет. Их если и берут, то действительно в качестве лекарства. Чтобы опьянеть, потребителям этого товара одного маленького пузырька недостаточно. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Другое дело объем 100 мл. Такие флакончики с настойками просто спиртовым раствором во время рейда тоже удалось добыть. Причем без особого труда. То, что такой товар в городских аптеках можно приобрести свободно, конечно, плохо. Однако привлечь продавцов к ответственности на данный момент невозможно. Мы понимаем, что не только аптеки торгуют данными средствами, препаратами, но и многие другие торговые точки. Но вот пока мы проехались по аптекам и убедились, что в ночное время они именно продают вот такие фанфурики, спиртосодержащие жидкости. И идут приобретать эти фанфурики, в общем-то, довольно молодые люди. Мы против этого. Что можно сделать сегодня, когда на уровне федерального законодательства запрещающих мер нет, ужесточающих мер нет. И пока мы ждем изменения федерального законодательства, нам нужно что-то предпринимать, что-то делать. Поэтому сегодня было совещание со всеми надзирающими органами, а самое главное было с владельцами аптек. Принято решение, чтобы был подписан общественный документ, меморандум, где будет предусмотрена ответственность, в общем-то, владельцев этого бизнеса. То, что они будут все-таки все вместе сообща договариваться о общих принятых мерах. Если продавать, то продавать только по определенным критериям. Конечно, меморандумы в отказе от реализации или продажи по определенным нормам – дело добровольное. Но пока законодательство не изменится, ставку придется делать только на совесть и сознательность предпринимателей. Ольга Пырочкина, Антон Вовко, Республика. Зайти на сайт и увидеть Чувашию с высоты птичьего полета теперь сможет любой желающий. Это только одно из преимуществ геоинформационного портала Республики. Студенты четырех вузов столицы и техникума одними из первых узнали о новых возможностях и уже прикинули, как ими воспользоваться. Вы хотите купить что-то, какую-то территорию, какой-то кусочек земли, и вы можете посмотреть по координатам, как это выглядит с неба. Я так понимаю. А там все данные, то есть площадь, квадратура, что там идет, где находятся какие коммуникации заложены рядом. Как это все выглядит вообще с космосом, так вот объемно. Купить, продать или заняться исследовательской работой теперь стало намного проще. Геоинформационный портал Чувашии объединил картографические, геодезические данные для доступного пользования. Геопортал Чувашии наглядно в виде веб-сервисов, в виде веб-приложений. То есть нужно просто иметь доступ в интернет, и у вас будет вся информация актуальная о объектах, расположенных на территории Чувашской республики. Узнать о возможностях геопортала пригласили студентов профильных специальностей. Строителей, географов, картографов, экологов, которые смогут использовать его ресурсы в научных трудах. Студенты могут воспользоваться этими данными для дальнейших исследований научных в том, что это касается и экологии, и строительства, и так далее. То есть все, что связано с картами, все научные исследования, которые могут быть связаны с картами, могут, соответственно, быть получены на этом самом сайте, на геопортале. На достигнутом разработчики останавливаться не собираются. Сведения, внесенные в единый информресурс, будут постоянно обновляться и дополняться. Ольга Алексеева, Антон Вовк, Республика. Сегодня народная артистка России Надежда Бабкина раскрыла секреты своего мастерства. Руководитель ансамбля «Русская песня» провела мастер-класс для самодеятельных коллективов Чувашии. Подобные показательные выступления она старается устраивать в каждом регионе, причем к ним артисты заранее не готовятся. Все происходит экспромтом. В театре Чувашского училища культуры такого ажиотажа не было давно. Чтобы принять участие в мастер-классе, известны певицы. Многие были готовы простоять полтора часа в проходах. Свободных мест в зале не осталось. Мастер-класс Надежде Бабкиной помогали проводить ее подопечные, артисты из коллектива «Русская песня». Вот такие испытания они устраивают всем новичкам. Голоса студентов, а в ансамбле их много. До идеала оттачивают профессиональные хормейстеры. Когда за дело берутся профессионалы, русская песня звучит звонко. На репетициях артисты выкладываются по полной. Ансамбль уже давно работает по проверенной методике. Здесь важно, знаете что, не правильность пения, а тембральное звучание. Скажем так, фишечка русской песни именно в тембральном звучании. Именно подбор тембров играет главную роль. Понимаете? Не просто, что вокалист хорошо поет. Вокалист может петь прекрасно, но он может просто нам не подойти по звучанию тембра. Свой мастер-класс Надежда Бабкина проводит за несколько часов до гала-концерта. Впрочем, признаются артисты, именно так проходит каждая репетиция коллектива «Русская песня». Чтобы выйти на сцену и завоевать своего зрителя, приходится долго работать над голосом. Вместе с «Русской песней» в мастер-классе принимали участие и зрители. Предложение Надежды Бабкиной никого не застало врасплох. 7, 2, 3, 4... Старина моя... Блестящая, блестящая... Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Гастроли Надежды Бабкиной по Чувашии завершились галоконцертом в столице. Нашему корреспонденту Дмитрию Ковалеву удалось пообщаться с ней лично и спросить, живет народная музыка или нет. Ответ на этот вопрос вы узнаете сразу после выпуска новостей в программе «По существу». Лучших мастеров сцены чествовали на 15-м республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». В день театра торжественная церемония награждения победителей прошла в Чувашском государственном театре «Кукол». В течение марта жюри и зрители смотрели конкурсные спектакли для взрослых и детей от каждого театра. Определить лучших было не так просто, делится председатель союза театральных деятелей Чувашской республики Геннадий Медведев. Афиша 2013-го была очень насыщенной. Предвкушая объявления победителей, волновались и конкурсанты, и зрители. Могу сразу сказать, что мое предпочтение, конечно, к русскому драмтеатру, которому я прослужил около 12 лет. Мои друзья, коллеги работают. Я когда приезжаю, с удовольствием хожу на спектакль. Вот недавно посмотрел спектакль «Фальшивая монета». Это премьерная, которая будет здесь выставляться в рамках как лучший спектакль. За своих номинантов переживаем, чтобы они получили. Мы считаем, что они достойны. Премию за лучший спектакль получил Валерий Яковлев за постановку «Мунджакуня». В номинации «Лучший спектакль для детей» отметили постановку Чувашского государственного театра юного зрителя «Через МАХ», а также спектакль «Я вас люблю ромашки» Чувашского государственного театра «Кукол». За музыкальное оформление к этой постановке премию вручили Андрею Галкину. А специальный приз жюри за роль ежика в этом представлении получил Петр Клементьев. Номинации «Лучшая женская роль» удостоилась Нины Яковлеву. Она сыграла катерок в спектакле «Мунджакуня». Номинацию «Лучшая мужская роль» получил Иван Снегирев за партию от Элла в одноименном спектакле. «Сказка-ложь» — давний намек добрым молодцам урок. С недавнего времени в обиход вошло понятие «сказкотерапия». И отчимок старых прошел первый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество сказка». Все педагоги-психологи нашего города собрались в Центре развития, чтобы на себе проверить и изучить новые методы сказкотерапии. Сказка, по сути, является собранием правил, знаний и жизненного опыта многих поколений. Более того, сказки обладают терапевтическим эффектом. Чаще всего сказкотерапия используется в работе психолога с детьми. Главное ее преимущество в том, что она помогает разрешить сложные ситуации на примере поведения сказочных героев. Планируем, что это только самое начало, первый фестиваль городской. Надеемся, что будет у нас выльется он в республиканский сказкотерапевтический фестиваль. И я думаю, что может быть с приглашением ведущих сказкотерапевтов России, известных сказочников. То есть намного шире и глобальнее будет у нас фестиваль. На обучающих мастер-классах педагоги рисовали, изучали и пропускали через себя все четыре стихии. В сказках, если помните, огонь, вода, воздух и земля – основные персонажи. Самой яркой была танцевально-двигательная терапия. Танец – это тоже сказка. Сказка, в которой говорит каждое слово. И изюминка, наверное, в том, что мы все проживали через танец. Мы танцевали свои эмоции, свои переживания, свои какие-то мысли, страхи. Ксения Кравчук, Андрей Шоклев, Республика. Традиционно в пятничный выпуск представляю вам рубрику «Новости из сети». Что на этот раз попало в поле зрения интернет-сообщества, смотрите далее. Автомобильная парковка вместо яблоневого сада. Огороженный участок с зелеными насаждениями справа от дома правительства предлагают закатать в асфальт, чтобы увеличить количество парковочных мест рядом со зданием. Говорят, что эта идея активно обсуждается сейчас столичной мэрией. Конечно, все мы видим, как в дни проведения различных мероприятий площадь республики заставляется транспортом до отказа. Но насколько правильно решение компенсировать недостаток мест в ущерб зеленым насаждениям? За ним никто не ухаживает. Летом по жаре там такой запах тухлых яблок бывает. Почему бы рядом с МФЦ не построить вот такую парковку, а еще пару ярусов под землю спрятать? Деревья очищают хоть как-то от пыли и грязи. Этот сквер был бы настоящим чудом, если бы там поставили скамейки, сделали тропинки и убрали забор. Можно было бы прогуливаться среди деревьев. А так все огорожено, только мимо проходишь и всей красоты не ощущаешь. Но никак под стоянку нельзя. В 2014 году в Чувашии планируют создать портал «Народный контроль», через который любой житель сможет сообщить в правительство республики о существующей проблеме. Судьбу своего запроса можно будет отследить, какому органу власти поручено разобраться в проблеме и до какого срока следует ждать ответа. Форумчане такую идею только поддержали и тут же стали присылать свои предложения. Давно уже пора. Вот только работало бы все действительно так, как задумывается. А то проблем накопилось куча, а решать их снова будут долго и мучительно. Хотелось бы оповещение о принятии письма к исполнению. Ответ по электронной почте. Одиночество в сети не миф. 82 участника социального исследования пять раз в день отвечали на вопрос, насколько одиноко ты себя сейчас чувствуешь, задаваемый непосредственно через социальную сеть. На основании ответов психологи сделали вывод, чем больше времени проводишь онлайн, тем более одиноким себя чувствуешь. Поэтому, оставляя свои комментарии на форумах и строча посты, не забывайте выбираться на улицу и наслаждаться весенним солнцем с настоящими, а не виртуальными друзьями. Проснулся, убери свою планету. Так говорил маленький принц, герой известной книги Антуана де Сент-Экзюпери. Весной природа так же, как и человек утром, как будто просыпается после зимнего сна и нуждается в том, чтобы люди прибрались хотя бы вокруг своего жилища. 1 апреля в Чебоксарах стартует санитарный экологический месячник. Самое время для субботников. Чебоксары – один из самых благоустроенных городов в России. И это заслуга всех горожан. Весной дворы, улицы, скверы, парки, территории предприятий и организации особо нуждаются в уборке и благоустройстве. Администрация города призывает и в этом году продолжить традицию субботников и всем жителям Чебоксар принять активное участие в уборке территории. За предприятиями и организациями закреплены участки, на которых они должны навести порядок. Глава Чебоксар призвал жителей многоквартирных домов, ТСЖ и управляющей компанией ответственно отнестись к проведению субботников. И было бы хорошо, чтобы на добровольных началах к уборке территории присоединились общественные организации и политические партии, отметил Леонид Черкесов и отдельно обратился к автомобилистам. Если в зимний период мы разрешали ставить машины на газонах, то теперь будем штрафовать. Потому что портятся газоны, портится благоустройство города. Не просто штрафовать за стоянку в неположенном месте, но и нанесение вреда озеленению города, газону. И здесь большие-большие штрафы. И поэтому я хочу обратиться водителям, чтобы не ставить машины на газонах. Сейчас пойдут рейды совместных ГИБДД, выводы по городу, контролирующие организации города. Все будут обращать на это внимание. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Прекрасных вам выходных. Ну а далее вас ждет обеченный ответ на вопрос, живет народная музыка или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова